Все ждали сезон и нам руки связали, поэтому у нас уже как бы сил не было. В этом году из-за пандемии летний сезон у детских парков развлечений так и не начался. Но администрации мест отдыха уже устали ждать, когда ограничения снимут и написали петицию губернатору. Ну ждали весь май сначала, потом когда надежда рухнула и нас 1 июня не открыли в День защиты детей, а у нас один день в парке кормит год. Ждали еще, когда начали открывать в Новокузнецке, в соседних областях, с 8 числа парки, мы решили действовать. Требования простые и понятные. Дать возможность паркам принять гостей. С каждым днем в карманах все меньше средств. Да и дети с родителями соскучились по аттракционам и играм. До этого мы всегда каждый день гуляли в парке. Сейчас мы слоняемся по дворам. Детей там много, ни о какой дистанции речи не идет. О том, что дворы обрабатывают, я тоже никогда не слышала. Хочется гулять с ребенком в красивом и ухоженном месте. Согласны с Анной и другие управляющие. По их словам, парки давно готовы принимать гостей, причем согласно санитарным нормам. Ведь и до пандемии они, по сути, их соблюдали. У нас есть все предпосылки обеспечить безопасность, нахождение посетителей на территории парка. И, в принципе, мы считаем, что полезно людям находиться в парке, потому что это положительные эмоции. Вы приходите сюда и вы видите, что? Вы видите радость, вы видите веселье. То есть, в принципе, это определенное лишение радости детей, взрослых, их родителей. Цель парка – это все же самое главное – дарить людям радость. Это социальное назначение, это возможность социализации тех же самых детей, взрослых. По словам управляющих, сейчас на первом этапе снятия ограничений людям как никогда необходим свежий воздух. И никто не вправе их этого лишать. Я считаю, что парки нужно открывать еще вчера, потому что парки, по крайней мере, ландшафтные парки, там, где не очень много или нет аттракционов, это места, где люди могут как раз соблюдать ту самую пресловутую социальную дистанцию. Парк – это место, где человек может выйти из режима самоизоляции, подышать свежим воздухом, подвигаться, потому что многие люди сегодня страдают болезнями, в том числе из-за дефицита движения и свежего воздуха. Все-таки пандемия очень сильно ударила по многим людям, и они хотят быть в зеленых зонах, в общественных пространствах. Сейчас под петиции подписались около 500 человек, и эта цифра растет. Все руководители в один голос говорят – парки несут многомиллионные потери, а закрытые парки только усложняют это. Из шести мест отдыха Барнаула пять – исключительно частные организации. И если ничего не изменится, то и на третьем этапе снятия ограничений, когда по указу президента парки снова смогут распахнуть свои двери, открыться они будут просто не в состоянии. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.